В режиме видеоконференц-связи прошло 10-е внеочередное заседание Совета депутатов Ленинского городского округа. На повестке дня обсуждение бюджета муниципальных образований и внесение необходимых изменений в ранее принятые решения. Недавно прошла бюджетная комиссия, на которой обсудили формирование и распределение бюджета на текущий год, а также неожиданные факты, вскрывшиеся в ходе перехода бюджетных учреждений поселений в округ. По двум учреждениям у нас в совхозе имени Ленина, соответственно, раскрылась такая ситуация, что там огромная задолженность, порядка 58 миллионов, большая задолженность, которая возникла, я так понимаю, в 2020 году. Глава муниципалитета Алексей Спаски подчеркнул, что муниципальное задание в 2019 году было профинансировано на 100%. Бюджет поселения совхоза имени Ленина по доходам и расходам также был исполнен, поэтому никаких объективных финансовых сложностей для неоплаты своих обязательств не было. В настоящее время Альберт Александрович и его подразделения, насколько я понимаю, мы внесли уже изменения в учительные документы и передали в налоговую для того, чтобы переоформить учредителям данных двух учреждений, учреждения спорта, учреждения культуры, на другого учрителя с тем, чтобы иметь возможность из соответствующего бюджета финансировать. Смена учредителя, по словам главы муниципалитета, необходима, чтобы оперативно погасить все долги по арендной плате и коммунальным услугам, а также выплатить сотрудникам бюджетных организаций заработную плату вовремя за счет средств бюджета городского округа. Выяснилось также, что в совхозе имени Ленина не было ревизионного органа, осуществляющего контроль за деятельностью бюджетных учреждений. По 6-му федеральному закону данные полномочия были переданы в совхозе имени Ленина депутату самого поселения. Но тот же самый 6-й федеральный закон предусматривает ряд мер, которые имеют право выполнять только орган, который является контрольно-ревизионным органом, либо контрольно-счетной палатой. Таким образом, не знаю, намеренно, не намеренно, но контрольные функции над данными учреждениями, они были ограничены. Я считаю, что действительно были правильно сделаны шаги. То, что мы переформатировались в Ленинский городской округ, где все поселения теперь будут прозрачно открыты, где будет полный контроль над финансо-хозяйственной деятельностью, над бюджетом, над его расходованием, формированием. И мы сможем действительно объективно своим избирательным жителям доносить ту реальную картину по освоению бюджета, который делает исполнительный орган Ленинского городского округа. Данный вскрывшийся факт вызвал бурную дискуссию среди депутатов. В причинах случившегося еще предстоит разобраться в специально созданной межведомственной комиссии. При экспертизе годового отчета об исполнении бюджета нашли нарушение. И кроются они именно в том, что не было в полном объеме профинансированной бюджетной учреждении субсидий на выполнение муниципального задания. В случае того, что задолженность появилась своевременно, а не в конце года, то здесь нарушение главного распорядителя на лицо плепущей административной ответственности. Также на заседании было принято решение поручить контрольно-счетной палате округа проверить исполнение бюджета администрации сельского поселения совхоз имени Ленина.